приветствую вас друзья в последние дни внимание всего мира приковано к ключевым событиям в организации объединенных наций заседанием генеральной ассамблеи и совета безопасности оон а также саммиту будущего впервые в истории организации проходившему в рамках генассамблей с 22 по 23 сентября при участии почти всех стран мира саммит будущего фактически попытка урегулировать современное и будущее мироустройство результатом саммита стало принятие генеральной ассамблеи он пакта во имя будущего пространного документа декларирующего в лучших традициях организации все хорошее против всего плохого здесь и намерение победить мировую нищету и гендерное равенство в масштабах всей планеты и решение проблемы глобального изменения климата и прочие высокие материи которые вряд ли в ближайшем будущем коснуться на практике истекающей крови украины да и россии купающийся украинской крови также поэтому для начала на полях сессии генассамблеи он был подписан документ о помощи украине и восстановление после войны 30 стран мира и европейский союз объявили о создании украинской донорской платформы российские активы в этих странах будут заморожены до тех пор пока россия не прекратит агрессию и не выплатит все до копейки за нанесенный украинскому государству ущерб я полон решимости обеспечить чтобы у украины было все необходимое чтобы одержать победу в борьбе за выживание мы знаем что будущее победы украины это нечто большее чем то что происходит на поле боя речь также идет о том где украина должна максимально использовать свободное и независимое будущее я благодарен всем вам за ваше единство в защите жизней ранее мы собирались на саммите ес в вильнюсе чтобы укрепить наше сотрудничество в области обороны мы высоко ценим эту декларацию о безопасности g7 и 26 двусторонних соглашений в области безопасности которые укрепляют всех нас и теперь более 40 стран и европейский союз согласились декларации действительно решительной декларации направленной на восстановление украины после военных действий из конфискованных у россии средств до конца года мировые лидеры выделят украине 50 миллиардов долларов часть из них немедленно пойдет на оборону украины несмотря на послевоенное назначение программы скорейшее прекращение безумной бойни развязанной кремлевскими шизофрениками в центре европы в двадцать первом веке конечно же тоже стояла на повестке дня сессии генеральной ассамблеи оон через несколько недель мир будет отмечать тысячу дней полномасштабного вторжения россии так много невинных людей было убито столько городов было стерто с лица земли так много семей было разлучено с точки зрения российской стороны в общем то ничего страшного дело привычное и эту точку зрения с завидным постоянством озвучивает постоянный представитель российской федерации вон василий небензе западные страны не могли удержаться того чтобы отравить атмосферу в очередной раз пытаясь заполнить эфир набегшим всем оскомину всему остальному миру украинским сюжетом что касается нас то россия всегда была готова жить в мире добрососедстве с украиной до тех пор пока из нее не сделали агрессивное русофобское не нацистское осиное гнездо но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли который представляет собой нынешний киевский режим мирным путем если геополитические и экономические соображения вашингтона и его сателлитов все-таки окажется важнее спасение этой страны мы будем продолжать на специальную военную операцию до тех пор пока ее задачи не будут решены военным путем если другого пути добиться мира у нас не будет другие пути с подачи хозяев небензе настойчиво ищут и российские союзники но так называемые мирные планы предложенное в последнее время китаем и бразилией это попросту предложение заморозки войны вдоль фактической линии столкновения с сохранением россии контроля над оккупированными ей украинскими территориями об этом говорил на заседании и президент украины владимир зеленский который обещают скором будущем представить миру свое видение окончания кровавой войны которая он назвал ни много ни мало планом победы а пока зеленский с трибуны он настаивает на том что никакие уступки агрессору невозможные исходя из принципов самой же организации путин нарушил столько международных норм и правил что сам по себе он не остановится россия может быть только принуждена к миру и это именно то что нужно принуждение россии к миру как единственного агрессора в этой войне единственного нарушителя устава оон реакция кремля была абсолютно предсказуемой и озвучена пресс-секретарем президента российской федерации владимира путина дмитрием песковым принудить россию к миру невозможно россия собственно является сторонницей мира но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач которые стоят перед специальной войной операции но без достижения этих целей принудить россию невозможно с моей точки зрения такая позиция является фатальной ошибкой фатальная ошибка системная ошибка это глубочайшее заблуждение которое конечно же неизбежно будет иметь последствия для киевского режима парадоксально то что в существующем органе поддержания международного мира то есть совете безопасности оон заседает страна-агрессор называющая себя сторонницей мира и не просто заседает а имеет право заблокировать любое решение этого органа и естественно во всю этим пользуется имея право вето как постоянный член совбеза президент франции эммануэль макрон выступая в париже на встрече ради мира предложил действенное решение отменить само право вето президент финляндии александр стуб выступил с конкретным предложением не только отменить право вето в совбезе но и вообще прекратить членство в нем страны которая цитирую ведет незаконную войну подобную той которую россия сейчас ведет в украине в то же время генеральный секретарь оон антонио гутерреш предложил ограничиться расширением состава совбеза как это предложение позволит на практике избежать кризиса в принятии решений советом господин гутерреш к сожалению не объяснил наблюдая абсолютнейший провал россии в оон настоящим и возможное изгнание российской федерации из совета безопасности в будущем возрастающую поддержку странами нато украины и решимость мирового сообщества покончить наконец агрессии москвы кремлевские заправилы опять демонстративно хватается за последний аргумент ядерную дубинку подчеркну мы всегда высшей степени ответственно подходили к таким вопросам хорошо сознавая какой колоссальной силой обладает это оружие стремились укрепить международно правовую базу глобальной стабильности внесение изменений в доктрину применения ядерного оружия это запугивание неискушенного западного обывателя и не больше средства раннего предупреждения ядерного нападения российской федерации находятся в весьма плачевном состоянии например уникальный за горизонтный радар контейнер 29 b6 находившийся аж в российской республике мордовия был беспрепятственно атакован и поврежден украинским беспилотникам еще 11 апреля этого года про спутниковую орбитальную группировку в к с рф предпочитает не вспоминать даже в генеральном штабе вооруженных сил россии а что касается ударной силы надежды кремля сверхсовременных баллистических ракет сармат то угрожают они разве что самому российскому населению 4 подряд испытательный пуск ракеты уничтожил стартовую шахту даже не успев состояться а кроме сармата замены легендарной сатане в россии нет поскольку и производили и обслуживали легенду в украине украинские же мастера в кремле прекрасно понимают что россии в нынешнем виде просто не найдется место в мировой семье народов поэтому и звучат угрозы развязывания ядерной войны из тихих кремлевских кабинетов подбормотание и покашливание главного шизофреника но бояться этих угроз стоит именно вам друзья ведь именно на ваши головы полетят радиоактивные обломки бракованных российских ракет не имеющих аналогов в мире если в москве все-таки решаться нажать на красную кнопку видя что с его идет по плану но уже не по путинскому только еще парочка оскорбительных военных поражений вспышка инфляции вдобавок и вот мы получаем ту самую революционную ситуацию верхи не могут а низы подталкиваемые не хотят нас бросили все я говорю дали сейчас путина голову положили вот на фор я бы ему вы знаете ребята вот честно я не подхалимничаю мы никогда не были за путина у нас 9 вот по силу у нас 90 процентов у нас против путина у нас все против путина друзья больше правды о событиях в курской области и на других участках фронта можно узнать на канале территориальная оборона вооруженных сил украины тро медиа будем благодарны вам за подписку на этот канал ссылку мы оставляем в описании под этим видео набрали в воздуха и по моей команде на счет 3 1 2 3 дорогу а и 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 Продолжение следует...